добрый день дорогие друзья мы с вами находимся в столице русского капитализма самом дорогом русском городе в городе лондон сейчас я углубляюсь в чищобы гайд парка чтобы нас не отвлекали фонтаны и говорить мы с вами конечно сегодня будем про деньги про что же еще говорить в таком месте зигмунд наш яковлевич фройд связывает деньги с анальным накопительством и даже определяет такой особый анальный характер когда человек копеечка к копеечке все время бережет и таким образом становится капиталистом вот по мнению зигмунда фройда именно такой анальный характер лежит лежит в основе прибыли но мы сегодня понимаем что так капитализм не делается невозможно деньги невозможно сэкономить если вы с каждой зарплаты будете откладывать по 1000 долларов то ровно через тысячу месяцев вы проснетесь миллионером нет так не работает невозможно деньги накопить большие зарплаты большие бонусы это в общем то тоже не про капитализм потому что вы ничего не приумножаете вы просто продаете свои навыки монетизируете свои скиллы ну в общем я как раз вот к этой категории людей и принадлежу я хороший профессионал и хорошо зарабатываю но я не капиталист у меня нет частной собственности на средства производства бизнес это как раз про то чтобы взять один фунт что-то такое с ним сделать чтобы получилось вот тогда это эта история про капитализм тогда эта история про заработок тогда эта история про про умножение это нам нужно понимать этим отличается экономика в которой жил зигмунд фройд от нашей современной в отличии от зигмунда яковлевича мы с вами понимаем что деньги это означающие нас психоаналитиков прежде всего интересует семантика денег для чего они вам когда ко мне приходит пациент и говорит что я бы хотел зарабатывать больше мне нужно больше денег и я естественно его спрашиваю а что для вас значат деньги для чего они вам нужны и огромный парадокс заключается в том что через две минуты оказывается что деньги человеку абсолютно не нужны потому что отвечая на вопрос о семантике денег человек начинает говорить либо про траты ну я хочу там новое пальто новое пальто ну не него не больше 200-300 фунтов вам обойдется ну то есть это вообще не про не про капитализм не про заработок и не про развитие это либо история про траты либо человек при помощи денег пытается удовлетворить какие-то экзистенциальные потребности и закрыть какие-то мировоззренческие дештальты а то есть он нам начинает рассказывать что неуверенность он не может рассчитывать на завтрашний день поэтому ему нужна какая-то подушка безопасности и так дальше и так дальше то есть это тоже совсем не про деньги если у вас есть тревога то надо работать с тревогой при помощи определенной суммы она не решается если у вас нет уверенности в завтрашнем дне то нужно менять свой завтрашний день вот и все финансы к этому абсолютно никакого отношения не имеют и для меня вот этот факт был невероятным открытием надо сказать да что большинству людей деньги не нужны ну поэтому у них их и нет вот если вы при помощи капитала пытаетесь закрыть какие-то свои экзистенциальные проблемы так не работает если вы чувствуете тревожность то нужно работать с тревожностью а вовсе не менять работу не бежать куда-то вкладывать зарабатывать и так дальше несколько пациентов моих они влезли в историю с биткоинами например да то есть что это такое это вот такая классическая русская вера в муху цикотуху щуку которая приплывет спасет исполнит все желания да это какой-то лотерейный билет который надо вытащить и после этого настанет счастье ну это вот такая абсолютно инфантильная вера в то что эти деньги могут решить какие-то ваши экзистенциальные психологические проблемы это конечно большая иллюзия об этом надо помнить вчера закончился конгресс IPA International Psychoanalytic Association и я имел любопытный разговор с казначеем IPA вообще не каждый день конечно доводится поговорить с человеком у которого в обороте несколько десятков а может быть и сотен миллионов фунтов стерлингов вообще интересный человек и я его спросил как раз для чего ему нужны деньги если вы используете то что вы имеете для того чтобы develop and change something тогда деньги начинают работать потому что в этом случае для вас это кровеносная система организма экономики да не какая-то определенная сумма для вас имеет смысл а вы имеете деньги деньги для того чтобы что вот если вы что-то меняете что-то развиваете тогда они начинают иметь смысл тогда они начинают иметь семантику когда не сама сумма является самоцелью а какой-то конечный результат вот когда вы try to develop something вы сразу понимаете сколько вам нужно когда вам нужно и для чего вам нужно потому что огромная проблема не только нехватка но и избыток денег вот я на разных семинарах на разных тренингах тоже примерно об этом и говорю что деньги это единственный предмет который нам нужен地 options чтобы о нем не думать вот когда у вас их слишком слишком много то это становится проблемой когда их слишком мало это тоже становится проблемой вот деньги нам нужны ровно для того чтобы о них не думать вообще и никогда если вы понимаете что вы делаете с их помощью какова ваша цель Вот тогда вы начинаете зарабатывать Именно столько, сколько вам нужно Не больше и не меньше Тогда вы обретаете гармонию и дзен Всем желаю маленького английского счастья Всего вам доброго